Беларусь 4 28-21 Самая результативная в составе гомельской дружины Наталья Котина. 8 точных бросков. Турнирную таблицу сейчас возглавляет Гомель. БНТУ, имеющий одну игру в запасе, отстает на 2 балла. Шестое место – это успех. Гомельский регбийный клуб «Кватро» вернулся с международного фестиваля «Снежное регби-2019». Спортивный форум проводится в российском Зеленограде. Представительства более чем серьезные. На турнире выступают команды российской суперлиги «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Хозяева» турнира «Зеленоград». Всего же более 40 дружин. Гомельчане в этом фестивале участвовали второй год подряд и заняли шестое место. В прошлом году восьмое место заняли. Играли в шестером. Тоже, можно сказать, на морально-волевых вытягивали ребята. Учитывая то, что в остальных командах по 12 человек, полная скамейка. В этом году в Семеровом уже заняли шестое место. В общем, многие российские тренера, знаменитые, хвалили команду. Говорили, что потенциал очень большой. Где-то на российском форуме так и написали, что если Гомелю удастся довести всю скамейку, то держись, Россия. Что-то вроде того. Более активно участвовать в международных стартах гомельским регбистам не позволяют финансовые проблемы. По этой же причине на снежное регби 2019 не поехали девушки из команды Seven Links. Занимать места ближе к призовой тройке мешает нехватка игроков. Кватро – непрофессиональная команда. Спорт – это просто хобби. Основная проблема, в принципе, как в этом году, так и в том году – это то, что команда не смогла вывести полный состав. Было малое количество запасных игроков. И таким образом, с каждой игрой команда становилась более уставшей, чем соперники. В итоге, с каждой последующей игрой потенциал был ниже и ниже. В основном команда участвует и занимает призовые места на республиканских соревнованиях. Например, гомельчане победили на первенстве по пляжному регби. Ближайший старт – лютый кубок. Он пройдет 9 февраля в Минске. На соревнования съедутся все белорусские команды. С визитом в ответ обещают приехать и зеленоградцы. «Приглашаем всех заниматься регби. Очень динамичный вид спорта. То есть для всех игроков найдется свое место на поле. Не обязательно быть фактурным. Можно играть любому. Любая степень подготовки, любые размеры. Для всех на поле найдется место свое. Надеемся всех видеть на тренировке. Приходите. Вам понравится». В Минске прошла матчевая встреча по боксу между спортсменами Беларуси, Франции и Чехии. Поединки приурочили к 90-летию отечественного бокса. Цвета белорусской команды защищали гомельчане. Победы над своими соперниками праздновали Эмил Алиев и Владислав Смягликов. Вадим Панков завершил свой поединок в ничью. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова